Субтитры сделал DimaTorzok По идее это должны делать не вы, а разработчики Учитывая тот факт, что они зарабатывают на продаже игры И в России она продавалась очень неплохо Вот прямо очень неплохо Поэтому странно, что до сих пор еще нет русского языка Он, наверное, должен был внедриться сюда Прямо чуть ли не с первыми патчами Но все пошло немножечко иначе Все пошло напрекосяк В общем, ребята, еще раз, кто переводит Знаете, вы молодцы, мы вас поддерживаем И просто за вас, как говорится, болеем Ладно, сегодня мы с вами отправляемся по заданиям Сегодня надо будет много всего успеть сделать Не только пообщаться, но и построить Так как у нас совсем на подходе уже находятся технологии Которые называются Курятник Ну да, древо технологий Курятник Сегодня его надо будет возвести Также еще очень много других построек Которые у нас будут по возможности Тоже возведены в поселении Ну а сперва мы отправимся к Нурберточке Я наконец-таки хочу ее дожать В кавычках, да Для того, чтобы она сказала нам да И наконец-таки стала нашей женой Потому что этого жду не только я Ну и огромное количество моих зрителей То есть вас уже очень хочется Чтобы она наконец-таки переехала к нам И стала полноценным членом нашей семьи А то она все ошивается с афоном И как-то это все затянулось Это реально очень сильно затянулось Заодно сейчас и проверим Как у нас переведены диалоги Именно в этой версии Напомню, у нас Нурберточка работает Рыбаком Она у нас добывает рыбу Причем она настолько на скиле Что она ловит ее даже без удочки Она просто голыми руками ее вылавливает Сразу потрошит и закидывает чистые тушки К нам в сундук Кстати, 92 единицы Нурберточка, ты молодец Я вот прям вообще не прогадал ни разу Что выбрал именно тебя В общем, ты моя прекрасная леди Ты моя весенняя сказка Здравствуй Я восхищаюсь вашей честностью Вы не боитесь рассказывать другим Если не одобряете их поведение Плюс 10 Я восхищаюсь твоей преданностью В своей работе Вы заслужите за это высшей похвалы И еще десяточка И вот у нас привязанность 100% Я хочу тебе кое-что сказать Моя юная леди А, да, серьезно, не сейчас Черт подери Ну ладно, тогда Завтра я к тебе обязательно подойду И это будет именно тот самый момент Именно тот самый день Когда, походу, ты мне скажешь да Ну а сейчас Мы с вами отправляемся в Густавию Тогда К нашему Алвину Посмотрим, что он нам там сейчас скажет И расскажет По дороге подфармим материалов Кстати, да Я знаю, что поля теперь работают иначе Их нельзя Как раньше удалить и заново поставить И закидывать семена Придется по-любому покупать удобрения Об этом уже многие все написали Я читал патчноуты Поэтому надо будет подфармить деньжат Еще и на удобрения Правда, я пока хрен не знаю, сколько оно стоит Но я думаю, там мы уже на месте Порешаем И еще у меня вопрос, кстати, возник Это по поводу курятника То есть если мы его поставим Курятник, курятник, курятник А что они кушают? Так Наемный животновод кормит их А также собирает яйца и перья Перья классно Яйца охрененно круто Но вот что не круто Это По поводу кормления Там, по-моему, я видел Где-то была Ну какой-то там предмет Так называемый Корм для животных Только он подходит для всех животных И для кур нужно какое-то зерно отдельное Ну, я думаю, парочку штук мы купим А там уже посмотрим Главное для этого вообще дойти И, соответственно, все это построить Что я словил, походу Такой некий перегруз Уже еле двигаюсь Давайте-ка посмотрим Сколько мы можем себе сделать ножей 13 штук Неплохо Хотя бы штучек 25 сделать Перед тем, как мы зайдем в поселение Чтобы можно было поднять деньжат Все, я на пределе 23 ножа сделал Почти что фулка по инвентарю Срочно бежим в Густавио Иначе, мне кажется Кстати, а сколько времени? Время 18.30 Да, возможно, они скоро уже закроются И раздутся спать по домам Продавать мы кому будем? Так, ты у нас, по-моему, ничего не покупаешь А покупают у нас вот в этом доме Аделина, привет Покажи мне свои товары У тебя, кстати, есть зерно Семена А, кстати, семена Может быть, что-то закупить? Парочку штук Лука бы я взял У нас лука нет У нас морковки дофига Так, морковки, да, дофига Лука нету Ржаной, кстати, зерно тоже можно будет взять Пшеницу можно будет взять Нет, давайте, наверное, лука купим Парочку единиц А морковка у нас есть, да Так, значит, ты у нас покупаешь Подруга, подруга, подруга Где у нас были все вещи Я, наверное, тебе копье продам Лишний вес Это раз, два Ножи 23 штуки Тоже забирай У нас уже 390 монет Я также тебе скину еще, естественно, подорожник Абсолютно весь Зверобой Туда же отправляется Веточки тоже забирай Зерно пшеницы оставим И это забирай И вроде как Усе, да Хотя, смотрите У нас каменный нож А почему этот нож был дороже, чем предыдущий Я не понял Типа, последний, что ли, или что Состояние 200% А, потому что он Намного круче, походу, был, да У нас Смотрите, действительно Да, 200% Состояние У этого сотка Ну, то есть, типа, какой-то уникальный, что ли, получился Давай, лук Я тебе возьму парочку штучек, наверное 15, да А, нет Это у нас, получается, 150 золотых ходит, да Давай десяток возьму Вот так вот будет хорошо До свидули Дальше мы Отправляемся уже к Алвину И пообщаемся с ним Хотя, стоп, дождите Давайте еще проверим заодно навоз У нас здесь продается Ох, нихера себе тут коровки себе разлеглись Такая Дарова, покажи мне свои товары Что у тебя есть Навоз стоит 2 монеты Кстати 200 штук у него есть Вес Охренеть И корм для животных 48 И 10 единиц у них есть Ну, давайте возьмем 2 корма На Полкило А навоза мы возьмем Давайте килограмм Ну, килограмм на сколько Не знаю Килограмм на 20, наверное Попробовать можно взять, да Вот так вот 40 единиц там хватит Ну, хватило Так, итого у нас 34 килограмма Ну, там плюс еще с собой Оставим на всякий случай Вдруг что-то будем докупать А так Получается у нас 40 единиц навоза Хватит на 40 клеток Да На этом поле Так, это не ты Алвин Алвин у нас уже уходит в лес Он, походу, закончил работать А, нет Он пошел помогать Вон своей супруге Алвин, дружище Здорово Что нового, Алвин? Здравствуй Я устал от конфликта Моей матери и Серогниевой Ее сын Делебор Не оставляет мою сестру Ольгу одну Продолжай Я так понимаю Для него это просто игра В конце концов Когда я был в его возрасте Я играл с Добромирой Его старшей сестрой Я был рыцарем Палкой вместо меча Но защищал ее честь Каждый раз В любом случае Ты дурак Я думаю Ему нужно что-то Чтобы занять его подольше И держать подальше Точнее от моей сестры В общем Ты хочешь немножко покоя, да? Да Это было бы неплохо Конец диалога Значит нам надо Получается дать Делебору Одну ветку Кстати вы заметили Перевод очень действительно Неплохо сделан И он уже такой Внятный и понятный Действительно По отношению с первым разом Где был не перевод А ребус какой-то Это шаг в лучшую сторону Где у нас Делебор? Где-то совсем рядом 15 метров А он в этом доме Да походу сидит Ага Даже так Делебор, друг Ну он уже все Он уже лег спать И нам надо получается Тоже ночь Скоротать как-то Хотя знаете как я ее скоротаю Я пойду вернусь Так как нашему поселению Я возьму тяпку Нашу мотыгу И буду обработать поля С утречка мы спокойненько Сюда вернемся И сдадим этот квест Так мы проведем Как говорится Приятное с полезным А также Мы еще на следующее утро Попробуем до конца Уже Дожать Нурберточку В общем Следующий день Будет действительно насыщенный А если она скажет Да Надо будет взять блюдо У Афона Еще он их по-моему В сундуке как раз И хранит И разложить по всем Сундукам в каждый дом Ну типа знаете Такой РП Отыгрыш Мол Давайте отпразднуем Нашу свадьбу По-моему круто Одно не круто Ни хрена не видно Это да Афоныч Дружище Чем там нас угостись Что там произвел Густой суп И рагу сделал Кстати неплохо Давай-ка наверное У тебя возьму Две штучки Сейчас перекушу Мне еще тут трудиться И трудиться Поля как говорится Сами себя Не посеет Да Не конечно можно Нанять работников Но у нас тут кроме поля Еще и дорожки Поэтому я боюсь Что у нас здесь Будет капустная морква Расти прямо посередине Не понял Нурберточка Ага Понял Все Я просто думал Она уже спит Во все Она тут гуляет Мне интересно А мы можем С помощью факела И мотыги Одновременно Это все дело работать Значит что нам требуется Мешок навоза Хорошо Так навоз 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 У нас где Вот здесь И 40 единиц Открываем Факел А нет Не можем Не работает Это короче походу Только Только в темноте Стоп Подожди нет Может быть и работает Сейчас Я что-то сделал Нет не работает Да Надо брать И вот так вот Это все дело Тут походу Раскидывать Ну Чтобы вам глаза Уже не портить Я конечно Все Сейчас Все за кадром Сделаю В течение этой ночи Раскидаю навоз И закину Здесь все семена В общем Получается у меня По навозу Ушло Целое одно поле Второе И третье Сейчас мы Мотыги Это все дело Обработаем И сверху Пойдем Можно закидывать Семена И также Я еще Получил Уровень По Фермерству Но это Не технологично Это именно Просто обычное Очко Наверное Есть смысл Сразу же Потратить На 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 что? Наверное, на максимально быстрее доступ по развитию именно этого навыка. Да-да-да, курятник появился. Все, наработался, пора и поспать. Походу, я последний день сегодня сплю холостым. Надо было, конечно, какой-нибудь мальчишник закрутить, завертеть. Нурберточка, ты где? На рабочем месте? Нет еще, родная. Сейчас, наверное, будет выходить. Сейчас мы ее встретим. Боже, какой офигенный туман. Великолепная погода, конечно, в игре. Где, 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 где моя любимая? Так, ты сегодня спала вообще в своем доме или где-то в другом месте? Вон вышла. С Афоном. Блин, Афоныч, вот прямо конкуренция. Нурберточка, здравствуй, дорогая. Так, я не хочу больше тратить время без тебя. Выходи за меня замуж и... Да-да-да-да-да, еще раз, да. Она сказала наконец-то нам, да, я выйду за тебя замуж. Блин, Серега, блин, офигенно, очень классно. И сразу вспоминаются слова Гуфа из песни. Да, у меня теперь есть жена, я сегодня люблю ее больше, чем вчера. Завтра буду любить больше, чем сегодня. Ммм, да, походу я старомоден. Замечательно. У нас есть жена. И, возможно, скоро появится наследник. Наследник обеспечивает выживание вашей династии. Чтобы получить его, вы должны сначала найти жену, а затем сказать ей, что готовы иметь ребенка. Спустя три сезона на свет появляется наследник. Первые два года за ним ухаживает мать. А это значит, что она не может работать и выполнять... А, точнее, не может выполнять другую работу. Наследника можно управлять, когда он моложе. Кнопка там, ну, на клавиатуре. Но его действия ограничены. Я не буду его никак там абсолютно управлять. Пускай он ходит, пинает травку. Все, что здесь, в принципе, можно. Пускай гоняет мелкие. Пускай познает детство. Нурберточка, а тебя, родная, прошу отправляться к нам в домик. Афон, я хочу так подойти к тебе и сказать, язык показать. Оболомись, друг. А ты куда пошла, Нурберточка? Стоп, подожди, у нас эта самая дверь с другой стороны. А, я понял, она пошла подмываться. Да-да-да, да-да-да. И потом пойдет, короче, расправлять постельку. Или нет? Только не топиться, что ты пошла, надеюсь. Я думал, ну все, хана. Неужели все так плохо? А, она смотрит владение. Ну, давай поставим, посмотрим. Ля-па-та-а-а-а. Да? Да или нет? Да, нет. Походу, да. Слушай, не, ну классно. Давай тоже тогда умоемся с утра. Конечно же, как и планировали, как и обещали. Надо раскидать во все дома праздничных пирогов, там супчиков, еды разнообразной. А, кстати, да, нам надо еще рыбу забрать из склада, где хижина находится. Иначе она, по-моему, не идет в общий счет и не идет для использования и готовки. Поэтому мы ее отсюда забрали, 5 килограмм А кто у нас теперь будет рыбачить через 3 года, получается? Хм, 3 сезона, да? Надо будет найти нового рыбака А у нас Нурберточка как человек считается? Или... Да, 7 человек Я думаю, мало ли вдруг она стала частью нашей семьи И больше никак не будет взаимодействоваться Ну ладно Тогда еду мы закидываем Супчики сейчас заберем у Афоныча И во все дома, конечно же, по красоте раскидаем О, здесь еще рагу есть Рагу забираем Так, рыбу мы наоборот сюда теперь закидываем Но этого нам не хватит Надо еще забрать из самой таверны Конечно, было бы неплохо поляну в самой таверне накрыть Но такого нету Поэтому я так, чисто от себя сделаю вот такой вот бонус Вам сюда штучку одну на двоих рагу А, дожди, стоп, я ему, по-моему, две отдал, да? Да, я две штуки отдал Ладно, пускай едят Пускай кушают, там же двое как раз таки живут А здесь у нас еще осталось А здесь... А я у тебя все заберу И рагу, и вот эту хрень По две штуки как раз таки в каждый дом Сюда Этим двум друзьям Две штучки И теперь домик Афона Где он живет один Ну и мы ему тоже положим две штуки Так, чисто Пускай будет и густой суп, и рагу У него прямо разнообразие Ну, сам готовил, поэтому пускай и... И разнообразную еду употребляет Меня сейчас интересует следующее Где наш курятник? Курятник, курятник, курятник У нас находится... Так, стоп, курятник находится в ферме А у нас он недоступен, потому что у нас лимит Требуется шесть бревен всего лишь Ну, это не проблема Мы сейчас тогда как раз таки Эту постройку удалим Хоть я ее недавно перестроил Скажем так, подровнял По фэншу поставил Но она нам не нужна Тем более она занимает как раз таки Строительный слот И нахрен, наверное, отсюда Вот так вот А курятник, курятник, курятник Куда мы будем ставить? Это пока для меня вообще дикий вопрос Ну, наверное, куда-то около фермы В то направление Осталось только бревна сейчас взять Надо шесть штук, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Во! Давайте еще посмотрим на его размеры Какой он там большой, маленький, курятник А, слушай, вообще мелкий Мы его там поставим, поставим, поставим Нет, ну здесь точно ставить нет смысла Хотя Сразу яичницу Афоныч будет крутить Свеженькую, не? Не, это отстой Здесь мы ее ставить не будем Здесь у нас будет идти тоже еще такой Найти некий индустриал райончик Поэтому мы его оставляем Можем попробовать здесь на возвышенности Его возвести Но тут у нас хижины лесорубов стоят Мы их так же будем развивать И, наверное, здесь не впишется это все Хм О, кстати А если попробовать здесь его поставить? А, здесь он не ставит Слушай, а если с этой стороны поставить его? Встанет? Он маленький А, слушай, у кого он как раз по длине примерно одинаковый Сейчас мы проверим Ну да Он как амбар Вообще шикарно Ну давайте тогда здесь его и внедрим Только, наверное, не совсем впритык А так, с небольшим шагом Сейчас мы ровненько ее возьмем отсюда И вот так вот поставим Прямо здесь А тут как раз-таки можно потом будет сделать загон И все эти, ну, заборчики установить Что требуется здесь? У нас идут ветки Бревна Крыши, естественно Солома Модификации А, вообще модификаций никаких нету Я понял Сейчас натаскаем Это не проблема А, подожди, стоп А у нас, по-моему По-моему, по-моему, по-моему У нас в хижинах лесорубов были какие-то ресурсы Надо проверить Хотя они вроде как начинают сюда скапливать только тогда Когда уже заканчивается место в центральном складе Ну да, тут, походу, у нас пусто А здесь у нас тоже пусто Последние штрихи Кусочек крыши И у нас курятник готов Прикольно, кстати, выглядит Так, у нас кур надо как-то внутрь будет закидывать или что? Или они тут просто будут сами носиться Или как-то их будут поднимать уже непосредственно наши работники Ладно, с этим разберемся Еду для кур я закинул вот сюда У нас деревья тут хранятся Также у нас тут еще есть семена моркови Несколько штучек, но не хватило удобрения А, кстати, Дима, что мы можем здесь делать? Мука, мука, мука А здесь у нас идет изготовление корма для животных и мазня Да, кстати, нам она будет очень скоро нужна И необходима для модификации В смысле? Так, это что такое? А, это гумну, понял Осталось нам теперь найти этих кур Насколько я помню, когда мы с вами гуляли Они как раз-таки были в роленице То есть надо будет разгонять сейчас Но сначала в Густавию Потом в Денику по дороге Можно будет подфармить ресурсов И, ну, соответственно, продать их А потом в роленице уже закупаемся Если они там есть Ну, а если есть в Густавии или в Денице То, соответственно, там купим Но в Бронице и в Баранице Точнее, в Бранице и Баранице Точно там курятины нету Это вот как пить дать Я там частый гость Уже там все там выучил Так что отправляемся к Калвину Так, стоп, а что у нас там еще было по управлению? Значит, Норберт пока у нас рыбак Трактирщик, лесоруб, лесоруб, шахтер и собиратель Хм, может поменять местами кого-нибудь? Или пока оставить так? Так, ну поля я не трогаю Кузница тоже пока не трогается Соответственно, добыча Шахтер пятерка Собиратель Здесь у нас 4-3 Ну, в принципе, да Пока оставляем все как есть Где-то наш постоянный покупатель ножей Вот она, Аделина, да, по-моему? И так, ты у нас закупаешь аж целых 24 ножа Один я оставлю все-таки себе Так, это мы скинули Это у нас есть Также забери еще один сморчок Забирай подорожники Забирай зверобой И также все еще абсолютные А, нет, стоп, кроме одной ветки Там надо было сдать по заданию И камушек Все Неплохо Вроде как мы с вами торганули В итоге у нас 480 монет Осталось только вспомнить Или узнать, по чем у нас куры Где у нас Далибор? Где-то здесь он у нас где-то бегал Так, он или уже убежал А, вот он тут ходит у нас Привет, парнишка Привет А ты же Далибор, да? Да, здравствуйте Ты выглядишь очень сильный для своего возраста Ты когда-нибудь задумался о том, чтобы стать рыцарем? Да, это моя мечта А ты рыцарь? Нет, но я многих из них знаю Вы-ка не слышали, что они начинают учиться драться Деревянным мечом Уже в вашем юном возрасте А где такое взять мне меч? Не рыцарь? Так уж получилось, что у меня есть один со мной Я могу его передать тебе Потому что ты явно достойный этого Да ладно, серьезно? Это может казаться неприметным Но это безусловно отличное тренировочное оружие Для того Точнее для такого, что любил рыцаря, как ты Отдать палку Это же больше похоже на обычную палку Этого достаточно будет, чтобы убедить своих противников А ты знаешь, чем еще занимаются рыцари, помимо сражений? Они катаются на лошадях? Да, это тоже они делают Но больше всего они защищают женщины и детей от опасностей Следя за тем, чтобы им не был причинен вред В самом деле? Да, действительно, у них походу очень много работы Да, поверь, это и главный принцип Отлично, спасибо за меч, члены рыцарь Теперь я буду защищать дамы и детей Пожалуйста, молодой Молодой лорд, пожалуйста Ну, перевод окей Очень даже окей, серьезно Слегка я, конечно, пытался его так быстро на ходу адаптировать Но Все очень сносно и все очень понятно Алвин, дружище Стой Здравствуйте В общем, я, дружище, решил твою проблему с Далибором Да, я видел, как он бегал по деревне с палкой У вас должно быть удивительный дар убеждения Этот молодой никого никогда не слушал Вы мне просто дали идею с этой историей о палке и о рыцаре И я ее раскрутил Я получил этот хлеб от Добромира в качестве извинения за поведение его брата Но я думаю, вы его заслужили больше Вот, возьмите Спасибо большое Да не проблема Иногда она дает мне вещи с таверны своей матери А она близко? Нет, я не знаю Ладно тогда, до скорой встречи Жди следующего лета То есть, получается, Алвин нам будет задачи давать только по лету Да? Ну, окей Ладно, хорошо, классно А у нас, кстати, более-менее есть свои другие задания Надо добежать теперь до Рольницы Других квестов по дороге вроде как нету Да? Идем тогда в Деницу И с Деницы в Рольницу Кстати, а что там за хлеб? Надо было бы неплохо перекусить Лепешка Неплохо, кстати Лепешечку-то подняла нам Так, так, так И что у нас тут есть? Значит, где у нас продавцы? Дагаберт стоит Вижу И больше никого у нас здесь нету Ну и отлично Тогда все А, нет, стоп У нас здесь еще рядышком Походу его супруга, да? Находится Но мы ему все скинем Тут уже не видит никакого Никакой разницы Каменный нож У меня пять штук Забирай, дружище И Также зверобой еще возьми И также подорожник забирай Плюс парочку веток И камушек один Все, мы максимально себя освободили У нас с вами 585 монет По поводу живности Давайте посмотрим По-моему, все-таки Здесь никого не было из этих ребят О, зверобой прямо здесь Рассет прикольно Да, по-моему, у нас здесь Только А, здесь только овцы и козы Так, ладно Я услышал вас Тогда отсюда сразу выбегаем Я просто смотрю Нас стрелочка подгоняет Скоро будет смена сезона И нас обратно телепортируют домой Это не очень, конечно, хорошо Так что надо успеть добежать до роленицы А сколько у нас времени на карте? 18.26 Слушай, ну, теоретически До закрытия магазинов А, хотя подождите Животные мы же покупаем без магазинов Правильно? Правильно Тогда мы просто бежим туда И все, и не паримся Просто я помню, что цена Как раз-таки у нас Прямо над каждой Из-за животин Подсвечивается И, следовательно Не надо никому подходить Из продавцов А тут, по-моему, даже еще Никто не собирается Ложиться спать Ну, это же замечательно Так, или вы Нет, нет, еще никто не спит Что вы, кстати, третесь в одном доме? Вот интересно Олег, вот зачем ты сюда приходишь? Непонятно Постоянно тебя вижу Именно в этом доме Покажи свои товары Так, я тебе скину сейчас Тогда все эти палочки Веточки Камушки Я не смог нафармить Особо там на топоры Солому тоже, друг, забирай Она тебе пригодится И также туда зверобой У нас с вами уже 696 монет Пойдем смотреть Так, пойду, до свидания Пойдем смотреть Почем у нас куры Куры были где-то вот здесь у нас Ага Это свиньи Стоп, подожди Здесь обитают А куры Значит, где-то вот здесь, да? А где куры? Они, может, ночью уходят спать? Так, там их не вижу Слушайте, ну, походу, да Хм И что делать? А куда вся живность-то сделать? И как нам ее купить? А здесь хрюши здесь? Да, они спят А кур просто не видно А, это, получается, на таскипать день, да? Ну, ладно, тогда что Ставлю костер И, соответственно, просыпаемся Думаю, где-нибудь здесь можно будет переночевать Да, и проснулись мы дома И, кстати, проснулись мы не одни Мы проснулись с вами Снорберточкой И она, кстати, сразу пошла у нас опять рыбачить Родненькая Ну, е-мое Ходи, как хозяйка здесь Гуляй, смотри, знакомься, руководи Ладно, а мы с вами тогда, получается, обратно сейчас О, сколько у нас заданий появилось Вы посмотрите Хм У нас и в Борово появилось задание И в Густаве, получается, опять такой шелик-круг сделать Либо до Рольницы добежать, до этой куры Кстати, подождите А в Борово продавались у нас куры? По-моему, по-моему, нет Да? Нет, давайте я нам лучше сбегаю напрямую в Рольницу И там уже это все дело сделаем А то я эту куру так никогда в жизни не куплю Буду бегать из точки А в точку Б Я тут, кстати, пока бегу Все думаю Интересно Когда у нас будет уже появляться ребенок? Кто будет? Мальчик или девочка? Вот даже интересно В реальной жизни даже так задают вопрос Если у вас даже есть дети Или у вас нету детей Кого вы больше всего ждете? Мальчику или девочке? Ну, в реальной жизни, естественно Не в игре Я вот ждал пацана Серьезно Я вот клянусь, ждал пацана И спасибо Богу Спасибо жене Именно пацан у меня и родился Ну а свой вариантик С удовольствием Увидите у себя в комментариях Черканите, не поленитесь А еще по поводу детей Мне интересно А имя им тут давать можно? Или они будут рождаться уже с каким-то определенным именем И нам его не поменять? Если это так, то это, конечно, плохо Хотел бы все-таки сделать какую-то замену Да, добрались мы до Деницы Я смотрю, свинушки Точнее сказать Свинки вышли у нас уже погулять Где у нас продавцы? Я хотел бы вам кое-что тут скинуть Атамира, привет Так, ты у нас забираешь 19 ножей Это раз Дальше ты забираешь у нас еще зверобой 33 штуки, это два Также опять по дорожнику ходят ветки Пачка камней Семена лука все это мы оставляем Это нам пригодится Перчатки А, кстати, почем стрелы каменные? Две единицы Нет, ну такое себе, да Значит, пойду, до свидания У нас с вами 996 монет Пойдем посмотрим, почем у нас куры Привет, Эд Боже, мне туда не запрыгнуть Серьезно Куда вообще можно зайти? А, здесь отдельный проход есть, окей Косарь, 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 косарь Везде курицы Тут петухи, я так полагаю, не нужны, да? Ладно Ммм, тысяча То есть мне не хватает буквально еще парочку монеток Вон камушек можно забрать Ну ладно, давайте хотя бы одну куру купим Пускай будет С чего-то-то надо начинать Потом еще докупим Ну да, наверное, все-таки я думаю сделать небольшую паузу Между этими всякими беганием И за кадром мне так плотненько посидеть Пару часиков, чисто денег пофармить Может один или два сезона даже пропустить Ну, именно Только на прибыль поработать А то вроде, кажется, и деньги фармятся Но и просто, чтобы их не фармить Вот уже на серии Сразу взять там нужную сумму И идти покупать все, что ты захочешь О, нифига, носи, как сумасшедшая Забирай палочки, веточки Даже не буду тут ничего конвертировать Сразу голышом тебе это все дело и откину Ветка 13 штук ушла И один камушек еще Все, у нас 1010 монет Нам этого достаточно Значит, как мы покупаем куру? Я так полагаю, просто к ней подходим Нажимаем и забираем Правильно? Значит, какую мы возьмем? Они, по-моему, все одинаковые, да? Вот эта жопа, по-моему, попушнее Хотя нет, это тощая Давай, наверное, вот такую возьмем Вот эту Прямо, да Вот эта прямо хорошенькая Забираем А, она сразу же перемещается в курятник Я думал, что ее в кармане еще потащим А там будет весить килограмм 20 Там, или 40 Я понимаю, что такие Это не куры, но все же Значит, забираем Точнее, отправляем ее в курятник И у нас сразу списало Тысячу монет Осталось только У кого-то еще назначить, да? Значит, кто у нас будет работать На курятнике? Мальвина Угу Мы тогда возьмем Мальвину, наверное Хотя, слушай, какая разница Пускай тогда Людвига у нас Собирательница Она, нафиг эти грибы, да, нам нужны Пускай лучше она идет Курой заниматься Навык она себе подкачает А, ну, Мальвина Как и качалась на шахте Пускай так там дальше и находится Значит, отправляем тебя сюда Здесь мы делаем Замену на курятник У нас, значит, работников Животновод Отправили Все, работает Отлично Ну-ка, а мы здесь проверим По поводу производства Курятник Так, покажи-ка мне Бегать по одним квестам Ну, тоже Я реально так хочу Вот уйти на нашу территорию Там просто покопаться Повозиться Что-то Повеределывать Поразвивать Для меня эта игра Как раз-таки Именно про это А не про квесты Кстати, стоп А по поводу Про это А у нас Сколько? 785 очков Слушайте, ну да Нам еще Чуть больше 200 И в принципе У нас будет 1000 Плюс новая репутация Следовательно Новое здание Хм Или забить болт Дожать как-то это все дело Не, давайте сегодня Успокойно склад переделаем Чтобы было все по красоте Пока тут бегал Заметил Большие кустарники С черникой Надо немножко их пообдирать Во-первых И фермерство подкачается А во-вторых И денежек немножко подзаработаем Где тут наш любимый Торговец Террый покупатель А вот он Нормер, дружище Он там походу Перед девчонкой танцует Так, у тебя есть минутка Сегодня хорошая погода Тебе не кажется? Плюс 5 Отлично Так, еще Давайте пообщаемся Как тебе работа? Надеюсь, все хорошо Все в порядке Да, отлично Мне нравится Все я делаю Все вообще просто по красоте Даже если что Ты можешь когда-нибудь Ему помочь Обязательно Так, что у тебя тут еще есть? По поводу Ронаташки Давайте пообщаемся А, ну здесь нулевку дало И наверное больше Он нам не даст пообщаться Тогда ты, друг, у нас Закупай Все эти ягоды И аж целых нам дашь 500 с лишним монет Очень и очень неплохо Ну, уже в кармане Хотя бы денежки начали водиться А то сбегать с нулем Ну, такое себе Кстати, а вы заметили? У нас почти что все пеньки пропали И на их месте Появились нормальные Полноценные деревья То есть можно заново По сути идти И это все дело собирать Это классно Ну, в некоторых местах Вон я еще вижу Остались пеньки Но вообще В принципе Это круто Это реально очень-очень круто Осталось только вопрос Еще узнать Сколько нам потребуется Вообще древесины На модификацию этого склада Но мы сейчас это узнаем Значит, у нас получается Самый по себе склад Идет в стоимости Так, хранящей ресурсов Он у нас стоит 10 бревен Нам бы еще еды, кстати, поставить Склад А то тут прям вообще маленький А здесь у нас 56 бревен Слушайте, ну я думаю Нам вообще не хватит Вот вообще не хватит Он будет по-любому огромный И Хм Ну, теоретически Хотя, конечно, можно попробовать Побегать, чтобы порубить Ну, давайте Давайте попробуем Только нам потребуется сначала А, хотя что Давай попробуем Подожди У нас тогда не будет древесины А если не древесины То наши ребята будут Горевать Нет, я думаю Тогда это лучше начинать Только после того Когда у нас хотя бы будет Около сотки в запасе Пускай нарубят А только потом Уже тогда Мы сможем это все дело сделать Тогда сгоняем Калвину И пообщаемся с ним Что у него там есть задание И, кстати, в Борово можно заскочить еще Я еще бегу Такой, знаете, что вспомнил Я так хотел посмотреть на Куру Кстати, здесь Куры продаются О И не так далеко от нашего поселения А сколько тут они стоят? Косарь, косарь Везде по косарю То есть у них ценики везде одинаковые А, нифига, здесь трехглавая этажа Ты посмотри Четырехглавая Жесть Я хочу такую Куру себе Она, кстати, наверное, продавалась По цене одной Не, понятно, что это четыре разные Куры Они просто забаговались Но было бы классно Так, ладно Что у нас здесь по заданиям? Кто у нас здесь их вообще выдает? Походу Вот эта дамочка, да? Табальда Подруга, привет Чем я могу тебе помочь? Я слышал, что Вы называете себя хорошим охотником Но держу пары Что я лучше вас Так что вы скажите Дружеское соревнование по охоте Ну, давай попробуем Давай посмотрим У тебя пять часов Кого надо убить? Кого надо догнать? Кого надо подстрелить? У нас, получается, идет Олени и волки Слушайте, так Лук у нас есть А вот по поводу оленей Олени, олени, олени По-моему, они у нас как раз-таки Были где-то там наверху Блин, у нас пять часов Успеем? Хрен его знает Ну, надо попробовать Там что у нас, кстати Награда какая идет? А награда, награда Награда находится в журнале Репутация династии Десять мани Ой, десяти единиц Ну, тоже неплохо Да уж Только животных здесь вообще нема Это вообще законно Давать задания И нет ни одного животного поблизости Вот это прикол Опа Нашел парочки Так, это у нас готово Пускай бегает Это тоже у нас Пускай хотя бы будет под ранком Сейчас мы прямо отсюда И... Ага, конечно И туда Да-да-да Раскатал я сережку губу Так, тут мужичок у нас стоит Блин Ну Да ладно Ты еще живой? А он реально как ежик У него сколько там Около шести или семи стрел Плюс еще одна Еще одна Ну, теоретически Надо успеть Еще две штуки осталось У нас, по-моему, с вами Как раз-таки около этого поселения Где одинокий волк обитает Там как раз-таки тоже волки у нас тусуют Может, попробуем там найти кого-нибудь О, кабан стоит Но он нам, зараза, сейчас не нужен Не, волков здесь нету А это, по-моему, у нас там один олень гуляет Во, уже неплохо Так, куда он делся? Куда он свалил, а? А, вон он Готово Где-то надо последний найти Кровь из носа О, олень стоит Шикарно Даже не дали ему уйти Отлично Да, на самом деле Лук прямо творит чудеса Охотиться с ним в одно удовольствие Сколько у нас там стрел осталось еще? А их, кстати, стакать можно? Можно Сорок три штуки Что-то мне подсказывает Они там уже все спят Ну, конечно, проверим Испытаем удачу Но Но навряд ли Хотя Нет, смотри Тридцать О, во-во-во Она как раз-таки уходит Это же ты? Во-во-во-во-во-во-во-во А, все, она легла спать, можно сказать Зараза То, что она поспать Что, других вариантов нет Конечно, спать мы с вами будем В гордом одиночестве Хотя у нас должна быть Первая брачная ночь Точнее, уже вторая брачная ночь Но Нурберточка очень далеко У нас сейчас задание Мы зарабатываем все Во имя нашего будущего поселения Точнее, нашего уже существующего поселения Она вышла, да? Это она Отлично Так Забирай Я это сделал Так Что? Правильно Ты выиграл Ты лучше меня А я даже не сомневался Спасибо большое за награду Предлагаю сгонять сейчас К нашему поселению Посмотреть, как у нас там бегают куры Вообще, как это все дело выглядит и работает И на этом-то, наверное, я закрою серию Чтобы уже дальше не идти по новым заданиям А то это может очень сильно все затянуться Ну, а следующую Тогда как раз-таки мы пройдемся по основе Нашего самого Элвина И, конечно же, будем уже заниматься строительством Потому что повозиться на наших грядках На нашей земле взять надо А, кстати, слушайте А у нас-то, по-моему, еще морковка должна была созреть Если не ошибаюсь И по поводу ратификатора, ребята Я скажу следующее Я, если честно, в предыдущую версию Думал, что все буду сносить И, соответственно, буду закадровать Делать дубляж Как я это делал раньше Именно по-английски Было намного интереснее Комфортнее лично для меня Но то, что я вижу сейчас Ну, мне кажется, я думаю Даже нет смысла это удалять Это все прямо максимально хорошо работает Есть какие-то небольшие там сноски Но это... Но это можно закрыть глаза Поэтому этот русик очень-очень хороший Ну и где? Ох, нихрена Спускается такая Ты посмотри Прикольно, прикольно И побежала А где работница? А, работница тоже подходит Где курятина-то? Слушай, нифига себе Это прямо побег из курятника делается Она куда-то сваливает Или что-то такая смотрит Почет, контролирует Знакомится, узнает Сейчас бы курочка Кстати, сейчас бы куринал шашлычка О, да Готовься, подруга Просто готовься Что ты смотришь? Она уже ушла Вон она там сбоку стоит Людвига, кстати Как у тебя дела? Есть у тебя минуточка Как работа? Надеюсь, у тебя все в порядке Мне нравится то, что я делаю Вы, кажется, надежны? Может, когда-нибудь сможем мне помочь? Да, обязательно тебе смогу помочь Без всяких проблем Ну, по поводу раны пташки Тоже можно сказать Правда, это плюс ноль Ну, и опять работа Как дела? Все хорошо Ладно, тогда До свидания Курятину, главное, не потерей Надо будет здесь заборчиком Все обнести Наверное, прямо вот отсюда Такой целый круг здесь навернем Или за... А, хотя стоп Если она спускается отсюда То мы можем, наверное, даже за день не трогать Просто отсюда возьмем кусочек небольшой И вот здесь это дело замкнем Так, наверное, даже будет правильней Все, ладно Думаю, тогда на этот момент Ребята, с вами попрощаюсь Морковка у нас еще Что, сходит? Да, потихонечку сходит И увидимся с вами уже в следующих сериях Если это понравилось Обязательно стекайте ролику лайк Наконец-таки мы с вами Нашли себе жену Не только именно на словах Но уже и на деле Осталось дождаться Когда появится наш наследник Наш маленький мужчина Мое продолжение А я вас всех люблю Поднял, обнял До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok